Этот памятник знаменитой крымско-татарской разведчицы Алими Абдинановой находится у Керченской трассы. Его история началась еще в 1988 году. Правда, тогда здесь был установлен другой камень. Идею вековечить Абдинанову принадлежала представителям инициативной группы Белогорского района, среди которых известные активисты Решат Османов и Эльдар Шабанов. Мне поручили съездить в Симферополь и поискать материал, из которого будет сделан этот памятник. И остановились на гранитном камне красного цвета. Они его тайно вывезли, ребята, тайно вывезли, изготовили памятник. Заплатили 1450 рублей общественных денег. 29 апреля памятник был готов. Установить его собирались самовольно, не добившись официального разрешения властей. Везли с опаской, потому что нас предупредили, что разрешения на его установку давать не будут. Как потом выяснилось, утром 29-го, пока мы везли памятник, двоих представителей инициативной группы вызвали в райисполком и начали уговаривать, чтобы мы этого не делали. Власти грозились нести памятник, но крымских татар это не остановило. До вечера они уложились и ночью при свете фар, в общем, до утра этот памятник уже, его уже в бетон ложили. До утра он был установлен. Утром все разошлись, оставили охрану. Властям ничего не оставалось, как легализовать установку памятника. Через несколько дней он был торжественно открыт. Стоит отметить, что это была не первая попытка установки памятника Алиме Абдинановой. В 60-х памятный камень установили крымские татары из Крымска в степи на месте родного села Абдинановой. А камень у Керченской трассы в 2014 году был обновлен по инициативе крымских татар. Здесь установили более современный мемориал всей Джермайко-Шикской подпольной группе. Старый же памятник теперь находится во дворе школы в селе Ойсул Ленинского района. Продолжение следует...